Девушки отдыхают Девушки отдыхают И все ради несметных богатств Которые могут скружить голову любому Поэтому не удивляйтесь Если огребете по полной от собственных друзей Пятая часть похождений Наруто из игровой серии Ultimate Ninja Storm с подзаголовком Revolution Станет не просто еще одной Как минимум потому, что они запросили у экспертов Из мира файтинга в помощи Чтобы улучшить боевую систему Ну, потому что она была... Гардбрейкеры дадут возможность оглушить оппонента на небольшое время Когда тот пытался отсиживаться в боке А потом напинать ему по яйцам Без какого-либо сопротивления Есть подвох Количество применений строго ограничено Контратаки работают схожим образом Но расходуют чакру И активируются за долю секунды до удара по вам И опять звездочки над головой И шанс уничтожить гада Поддержка в такие моменты тоже отключается Ее, кстати, тоже подвергнут небольшой переработке В сюжетной части найдутся свои сюрпризы Для поклонников этого долгоиграющего аниме Так что им пропускать новую игру Ну, никак нельзя Сразу две игры в сентябре Предоставят возможность сколотить свою транспортную компанию В Train Fever сухопутную Где начать вам предложат с середины 19 века А значит с карет и повозок А закончить сверхскоростными поездами При этом для строительства дорог и всех сопутствующих элементов Обещают удобный и функциональный инструментарий А города будут жить своей жизнью и развиваться с течением времени В TransOcean The Shipping Company Для перевозки грузов придется использовать Водные просторы нашей голубой планеты И соответствующие для этого аппараты Серьезная экономическая модель прилагается Последняя игра из серии Stronghold Изрядно подмочила репутацию великобританской студии Firefly Но сырая и кишащая багами третья часть Таила в себе огромный потенциал Который разработчики просто обязаны раскрыть В любимом всеми игроками ответвлении Про крестовые походы В Crusaders 2 мы, как и в 2001 В зависимости от выбранной фракции Будем либо обустраиваться на чужой земле И убивать неверных Либо защищаться от нападок европейцев При этом также вести хозяйство Для обеспечения нужд солдат И жителей в стенах замков Акцент, правда, будет смещен в сторону военных действий Нежели хозяйство В остальном все те же крестоносцы Главным образом сосредоточенные на скирмишах А не на одиночной кампании Зато все в 3D Age of Wonders 3 Age of Wonders 3 Уже относительно давно вышедшую стратегию В сентябре расширит с помощью дополнения Golden Realms Его героями станет новая раса Половинчики Они же хауфлинги Маленькие, но удачливые Из-за чего по ним редко проходят удары Новые способы достичь победы Новые механики Новые юниты Улучшенный искусственный интеллект Как всегда, с добавкой все станет только лучше и интереснее По крайней мере, так говорят разработчики Театритум Final Fantasy Curtain Call Вторая часть исключительно музыкального ответвления известной ролевой серии Пожалует на Nintendo 3DS 19 сентября Помимо новых композиций, в комплект войдут также все треки из предыдущей игры Впрочем, лучше купить все саундтреки отдельно от игры Чем пользоваться сломанным музыкальным автоматом Пока мы ждем новых приключений мальчика в зеленом колпаке Nintendo и Tecmo предлагают нам суррогат Hyrule Warriors Это тот же Dynasty Warrior В народе убей тысячу китайцев Но с персонажами легенд о Зельде Что интересно, в отличие от основной серии Здесь нам недвусмысленно пытаются намекнуть Что это уже не та целомудренная сказка С цветочками и пчелками, что раньше И сама виновница повзрослела И главная злодейка любит открыть наряды Или просто не уверена в себе И считает, что иначе ей Линка в своей сети не затащить Кстати, сюжет как раз о неразделенной любви и вожделении О времена, о нравы The Sims 4 The Sims 4 Симулятор выращивания казуалов никогда не был лучше Нет, не то А где, блин, инструмент для строительства бассейнов? Тоже не то Да и черт с ним Sims 4 будет И это как приговор Жил на свете мальчик С очень взрослым именем Итан Картер Ему грозила жуткая и неминуемая опасность Вместо того, чтобы обратиться к властям Он написал письмо Полу Проспьера Частному детективу с паранормальными способностями Сыщик не остался в стороне И отправился в леденящее сердце местечко под названием Ред Крик Вейли Где развернется мистическая история игры The Vanishing of Ethan Carter Это будет приключение с упором на изучение местности На предмет улик Поистине огромная территория будет доступна сразу И без каких-либо невидимых стен, преграждающих дорогу С самого начала вы можете пройти всю живописную карту От начала в конец Вести за ручку никто не будет Разгадывайте загадки сами Но для удобства Герой сможет видеть места Где лежат предметы Касающиеся того или иного случая Так как информация очень ограничена Придется много шнырять по локации То есть заниматься обычной детективной работой Ну и еще общаться с мертвецами Невербально И вообще не будем портить впечатление Выходцы из People Can Fly вдохновлялись классическими историями Говарда Филлипса Лавкрафта и Реймонда Чандлера Так что они сделают все правильно Мы верим Седьмая игра в серии Шерлок Холмс От украинской студии Frogwares Будет называться Crimes and Punishment Семь преступлений и семь наказаний Которые выбираете вы сами Впервые в серии присутствует моральный выбор Конечно же влияющий на исход основного сюжета Кого отпустить А кого посадить за решетку Но до этого надо еще вычислить истинного виновника Методы у Шерлока в новой игре такие Сначала он осматривает нового человека с ног до головы Пытаясь узнать как можно больше о нем Потом общается со свидетелем Или подозреваемым Былуживая новую информацию Одновременно пытаясь уличить собеседника во лжи Согласно своим находкам при беглом осмотре цели Все улики сходятся в общую картину Не дающую конкретного ответа Ее можно интерпретировать по-разному Отсюда еще один слой нелинейности Который нас приводит к минимуму Шести возможным исходам любого из расследований Ко всему прочему Серия переехала на Unreal Engine 3 За счет чего изрядно похорошела И превратилась в лакомый кусочек Не только для хардкорных поклонников жанра Космические симуляторы неожиданно снова набирают обороты Достаточно вспомнить хотя бы Star Citizen С его 53 миллионами собранными на разработку Или Elite Dangerous С куда меньшим бюджетом Но это черт возьми элита Star Point Gemini 2 Не может похвастаться таким вниманием публики Да и графика не такая зрелищная Но у нее свои плюсы А именно ролевая составляющая Возможность набирать экипаж Выбирать скиллы Рандомно генерящиеся задания Основывающиеся на решениях и действиях в прошлом Около 50 фракций На просторах большущего сектора Доступного для полетов 70 полностью управляемых игроком кораблей И тонны апгрейдов Сотни товаров для торговли Тактические бои Возможность управления целым флотом И вообще столько всего разом в одной игре Что не верится в ее правильные работоспособности Star Point Gemini 2 Уже некоторое время пребывает в раннем доступе И вроде все работает Но некоторые пользователи отмечают безжизненность космоса И отсутствие действительно интересных дел Посмотрим Избавятся ли разработчики от этих проблем к релизу Наверное, мало кто из зрителей помнит проходную экшен-ролевку Of Orcs and Men Про дуэт орка Громила и гоблина Проныра Разработчики сами решили забыть про нее Как про страшный сон И оставили от концепции только мир и второго героя Чтобы сделать стелс-экшен Стикс, так зовут зеленого замухрышку Отправился искать источник янтаря Чудо-жидкость, нужная абсолютно всем и каждому Но один в поле не воин Поэтому хлипкому гоблину придется уповать только на свою скрытность и смекалку Факео, например, можно гасить не только руками, но и комками песка Трупы, помешавших продвижению к цели, можно не прятать А последовать заветам Гайзенберга И растворить в кислоте прямо на месте Этими ухищрениями не ограничивается геймплей Но обо всех инструментах рассказывать нет смысла От команды, которая так и не сделала ничего выдающегося в одном жанре Ждать сюрпризов при перепрофилизации не стоит Говоря о Destiny, сразу нужно уточнить один момент В игре и вправду нет ничего необычного Высокопарные заявления некоторых игровых изданий вроде Это настоящий Next Gen Стоит пропускать мимо ушей Другое дело, что Destiny делают банджи А эти господа веников не вяжут Вы скажете Borderlands Мы скажем, зато качественный Очень красивый и с шутерной механикой И искусственным интеллектом противников прямиком из Хейла И этого уже достаточно для простого любителя пострелять Вот про местную вселенную сказать ничего хорошего не можем Когда-то давно люди на Марсе нашли некий шар, который обозвали путешественником Он каким-то неведомым образом подарил человечеству новые технологии В том числе и для борьбы с некой абстрактной тьмой из космических глубин Спустя много лет, после первого столкновения с жутким феноменом Он настиг землян во второй раз Которые уже давно не ограничивались одной планетой в Солнечной системе Игрок становится ударной силой в борьбе с новой угрозой Представляют зло разные инопланетные расы невзрачного вида Идти против них одному нет необходимости Таких защитников, как мы, много Они сноют туда-сюда, буквально на ваших глазах Но Destiny не ММО Группа ограничивается всего тремя членами Лишь в редких случаях будут задания на шестерых Поэтому о массовости речи не идет Хотя остальные принципы похожи Есть экспа, крафт, шматизм, бесконечное перерождение монстров И мелкие задания на обширных локациях Преодолевать расстояние между планетами предстоит на собственном звездолете А на поверхностях эллипсоидов на глайдере Поскольку Destiny в первую очередь шутер То большую часть времени вы будете стрелять Игра исключительно для тех, кто любит это дело больше всего на свете Шикарного сюжета, вероятнее всего, ждать не стоит Хотим ошибаться Но поводов думать иначе ни в Альфе, ни в Бете нам не дали Для нас Destiny просто хороший кооперативный шутер Красивый и с интересной стрелятельной механикой Но не больше Хотя предзаказ сделали еще летом Поэтому если захотите с нами сыграть, то обращайтесь Одному в игре все равно делать нечего И коротко об остальных сентябрьских поступлениях В дополнении Crown of the Ivory King для Dark Souls 2 Игроки попробуют добыть третью и последнюю потерянную корону Wasteland 2 после множества опозданий Совершенно точно выйдет в сентябре И вероятнее всего, сразу с поддержкой русского языка Зомби-мочиловка Dead Rising 3 лишится статуса эксклюзива и появится в Steam То же произойдет и с Fable Anniversary Ремейком самой первой игры серии Выйдут ежегодные NHL и FIFA от Electronic Arts А 26 числа в России стартуют продажи Xbox One Но если вы действительно хотите купить консоль от Microsoft То подождите бандла Sunset Overdrive Где железка представлена в благородном белом цвете Прежде чем завершить наш выпуск, мы вам загадаем загадку А за правильный ответ подарим предзаказ на третьего Ведьмака Так вот загадка Последователей одного из старейших английских направлений протестантизма На слух нетрудно спутать с поклонниками популярнейшей в прошлом киберспортивной дисциплины Какое животное поместил название своей аэрокосмической компании создатель этой игры? Ответы публикуйте прямо в комментариях Кто первый, того и тапки На этом у нас все, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова